Знаешь ли ты, что многие привычные для нас вещи, которые на картинках или по телевизору кажутся нам небольшого размера, в жизни оказываются просто огромными? К примеру, коготь орла, лапа гориллы, комета или луна. Ребята, сегодня мы вам расскажем о вещах, которые на самом деле намного больше, чем вы себе представляете. Ну для начала обязательно подпишись на наш канал Волошенброс. С вами я, Радик, Побелитель Горилл. И я, Гриша, Летящая Комета. Поехали! И начнем с Титаника. Гришаня, как считаешь, это большой корабль? Блин, думаю, да, он огромный. А вот и нет, может более ста лет назад он и был самым большим пассажирским кораблем с длиной 279 метров. Но на сегодняшний день он бы был малышом по сравнению с современными кораблями. Посмотрите на это фото. Размер этого лайнера в 5 раз больше легендарного Титаника. Ладно, Титаник это в прошлом, а вот ветрогенераторы это то, что активно сейчас используется во всем мире. Для получения электроэнергии. Так вот, в среднем каждая лопасть достигает 80 метров в длину, а башня составляет 140 метров. Посмотри, как смотрится человек на фоне этой лопасти, а машины как игрушечные. А как тебе этот малыш, побывавший на Марсе? Как думаешь, какого он размера? Я думаю, примерно вот такого. Не, не угадал. На самом деле, этот малыш большой робот, исследователь Красной планеты. Размером с автомобиль в длину 2,7 метров, а в ширину и высоту 2,2 метров. Весом почти 900 килограмм. Интересный факт о кометах. Кто не знает, это небесные тела, состоящие из камней и газов. Частицы кометы при попадании в атмосферу сгорают. А с чем по размеру можно сравнить комету? Она как автобус? Все космические тела с Земли кажутся малюсенькие. Но по факту средняя комета займет площадь большого мегаполиса. То же самое можно сказать и о Луне. Когда звездной ночью смотришь на небо, Луна похожа на большую головку сыра. Но на самом деле диаметр Луны 3474 километра. И она бы заняла почти половину России. А если бы Сатурн был на месте Луны, то посмотри, как бы это смотрелось с Земли. Ого, он огромный! Теперь, ребята, давайте поговорим о пирамидах Гизы. Самая большая из пирамид имеет высоту 150 метров, что около 49 этажей. Это так, для сравнения. А теперь посмотрите на то, какие маленькие люди по сравнению с одной плитой этой пирамиды. Самое интересное, что в те времена не было ни грузовиков, ни лебедок, а только деревянные повозки. Зато сейчас техника запредельных размеров. Посмотри на этот самосвал. Легковая машина смотрится детской игрушкой по сравнению с этой громадиной. А теперь переместимся в мир животных. Вы видели лапу гориллы и человека. Так вот, зацените. А куготь орла? Он размером с палец человека. Если тигр встанет на задние лапы, то его длина составит около 3 метров. Радик, а как же австралийский малашка-бомбат? Ну да, интересный экземпляр. На картинках это небольшой грызун, но на самом деле длина его тела достигает 130 сантиметров. И весит он около 45 килограммов. Ну вот и все на сегодня. Ребята, оцените этот видосик, если он вам понравился. Подпишитесь и ждите новых выпусков. Субтитры сделал DimaTorzok